Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Мне тут уже намекали неоднократно, мол, раз в Испании живешь, так давай больше испанских рецептов. Мне кажется, я и так их довольно часто показываю. Понимаете, какое дело? Я живу на побережье. Ну, славно, конечно, ну, 30 километров до моря. И поэтому в окрестных ресторанах рыбная часть меню, ну, рыбы, морепродукты, занимает, ну, добрых, наверное, 60-70%. И когда я такие рецепты снимаю, мне тут же говорят, слушай, все здорово, но нет у нас таких морепродуктов. А если показывать что-то из мясного раздела, то вы первые же скажете, а почему это, собственно, испанский рецепт? У нас все то же самое. Смешно иной раз такое читать. Вы что же думаете, раз в Испании, то люди не через рот питаются, а через другое место. И рецепты у них принципиально другие. Не такие, как в России, например. К чему это я? Да, конечно, есть местные оригинальные продукты и рецепты из них. Ну, например, белая фасоль с марсией. Марсия – это такая колбаса мажущаяся. То есть у нее консистенция, как у паштета такого крупнорубленного. Она такая острая и кислая на вкус. Так вот, есть рецепты, например, белая фасоль с марсией. Ну и толку вам такой рецепт показывать, если эту марсию нигде, кроме как в Испании, не продают. Короче, забрел недавно один ресторанчик пообедать на меню Дель Диа. Ну, это типа такой комплексный обед. А раз комплексный, значит, рассчитан на испанцев, которые где-то там рядом работают. То есть самый, что ни на есть, испанский рецепт. И попробовал у них там куриный супчик. Ну, условно куриный. Мне очень понравилось. Но я тут же поперся на кухню повара пытать. Рассказываю результаты пыток и показываю. Основа бульона на куриных костях. Грудку ножки срезали, а остов в дело пойдет. А основная белковая часть – свиные ребрышки. Вот такое неожиданное сочетание. Ну и дальше тоже сочетание будет нестандартное. В кастрюлю наливаю немного оливкового масла. И отправляю обжариваться одну луковицу, разрезанную пополам. И одну морковку, разрезанную также. Их надо довести до довольно-таки сильного зарумянивания, чтобы они в будущий бульон отдали свою карамельную сладость. А пока овощи обжариваются, сверну букет гарни. Из зеленой части лука-порея, пучочка небольшого тимьяна и лаврового листа. Если у вас свежего тимьяна нет, ничего страшного. Можно и сухого добавить. О, какой красивый получился. Так, что там с овощами? Отлично. Смотрите, эта сторона уже румяная. Сдвину все в сторону и вот сюда же кладу ребрышки мясом вниз. Огонь нужен сильный. Ребрышки надо тоже подрумянить. Достаточно с одной стороны. И не надо их до готовности дожаривать. Все затевается только исключительно ради вот этих вот поджаристых бочков. Пока ребрышки румянятся, нарежу морковь. Так, что сейчас в кастрюле обжаривается, нужна для ароматного бульона. И минут через 20 примерно после начала варки я ее и луковицу из бульона удалю. А вот эта морковка пойдет суп уже позже. И попадет кедокам в тарелку. Так, что там с ребрышками? С ребрышками все очень даже неплохо. Смотрите, вот это состояние в самый раз. Так что можно заливать водой и начинать варку. Сразу сюда куриный остров со спинкой и водички. Холодное, горячее здесь не важно. Сейчас дождусь закипания и надо будет снимать пену. Вот и она пошла. Заметьте, если у вас есть, например, замороженный куриный бульон в холодильнике, то можно его смело использовать. Убавляю огонь и оставлю минут на 20-25, так, чтобы из луковицы и морковки все выварилось. Да и букет гарни уже положу. Пусть начинает все ароматизировать. Прошло 25 минут. Время удалить выполнившие свою работу корнеплоды. Если у вас есть в холодильнике замороженный, очень ароматный куриный бульон, то вот этих вот танцев с обжаркой корнеплодов и прочим вам не надо. Просто румяните свиные ребрышки, заливайте бульоном и варите до их готовности. А минут за 20 до окончания добавляйте морковь. Встретимся еще минут через 20. Еще 20 минут прошло и завершающий этап. Немного мелкой вермишели и горох. Представляете? Это была вторая вещь, которая меня удивила. В курином супе с вермишелью были свиные ребрышки и вот такой горох. Я чаще всего использую вареный из банки. Если у вас только сухой, то поступайте калачильским образом. То есть замачивайте его на сутки, потом варите часа два, потом добавляйте в суп. Его называют среднезиатский, турецкий. В России чаще всего идет под названием нут или нахуд. Здесь, в наших краях, он чрезвычайно популярен. Ну, наверное, в 9 случаях из 10 в тарелке, в супчике, еще в чем это. Вам подадут именно такой, а не лущеный мелкий. Надо, кстати, посолить. Вот так. Можно чуть-чуть перца. Такая вермишель варится очень быстро, буквально за 3 минуты. Так что пора за стол, тем более, он и солнышко выглянуло. Радуется, что я сейчас наконец-таки поем. А запах сейчас какой стоит здесь? От бульона. Это потому что букет гарни свое дело сделал. И вот этот поджаренный до румяности лук. Ммм, красота. Снимаю пробу. Так, сначала, конечно, бульончика надо. Классно. Очень классное сочетание вкуса курицы и свининки. Ммм, так. Ну-ка, давайте-ка вермишель, горох и небольшой кусочек курятины. Ммм. Тут, конечно, нет чего-то особенного сверхъестественного. Но вот это сочетание курицы и свинины в бульоне и гороха вот этого с вермишелью, на мой взгляд, очень даже неплохо. Да вы попробуйте немного испанской кухни. Ну, может, не совсем испанской, но валенсийской так точно. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.